Так, все готовы? Поехали, снимаем. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, а это значит, что с вами снова телешоу «Кино, вино и интриги». И сегодня у нас с вами в гостях человек, которого просто даже не надо представлять. Давайте ему поаплодируем. Ну что ж, давайте с главного. Только лениво не комментировал ваш разрыв. И каждый уверен, что знает лучше других, что это измена, пиара или случайный порыв. Скажите же правду, чтоб не было слухов сухих. Что ж, тут все просто. Десять лет вместе мы жили в тумане придуманных сплетен. В тюрьме заголовков газетных известий, в щелчках объективов, стригающих плетен. Марионетки десятилетия. Ради красной дорожки поджогшие сердце. Ради славы. Ну, теперь не можем торпеть ее. Кто виноват? Не будем цехировать герцем. Как вы решились на расставание? В декабре посмеялись, что это станет нашим новогодним желанием. Ну и ждать исполнения себя не заставит. Что ощущали, когда исполнилось? Легкость и новую в жизни страницу. А что в отношениях вам больше всего запомнилось? Прошлогодние праздники в Ницце. Расскажите, звучит романтично. О, это было довольно забавно. До сих пор в ушах ее смех истеричный, доносящийся в пять утра из ванны. Она вернулась тогда с вечеринки, где ей про статью рассказали, что витает в сетях серые сплетни с картинками. В статье наш роман на клочки растерзали. Писали, что он был ненастоящий, что мы аферисты и выгоду просчитали. Вернувшись в отель, она прочитала, и утренний смех ее был леденящий. Конечно, тогда бы никто не поверил, но риск появился и не давал ей покоя. Вдруг журналисты решатся проверить, и мир глаза на правду раскроют. Мы сильно и резко себя изменили. Вся Ницца нас видела нежно влюбленными. По улице мило обнявшись ходили. Писали в сетях посты вдохновленные. Она свою роль бесподобно играла. И вопреки всем тестам по лиангарду, на балконе нам завтраки накрывала. Порой даже мне все казалось правдой. Это так необычно. Но почему вы не хотели быть парой? Никак не пойму. Ну, может, когда-то мы и хотели. Да, слишком испорченные светскую канителью. А что вам в ней нравилось? Больше того, что меня раздражало. Да, уже все равно. Мне показалось, или сейчас в глазах у вас легкая грусть пробежала? Я долго думал про весь этот бред, но как бы не притворялся, с безразличием не молчал, не злился на ваш вопрос, признаюсь честно в ответ, лучше женщины в этой жизни я не встречал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!